Библиотечный сквер становится местом притяжения манчегорцев. Теперь здесь не только отдыхают, но и проводят мастер-классы. В минувший четверг молодежь и все желающие осваивали точечную роспись. Как это было, узнаете из следующего сюжета. Как разнообразить северное лето? Научиться чему-то новому решили волонтеры Центральной городской библиотеки и придумали проект «Вместе в лето». Летом у нас в городе молодежь очень часто не знает, чем заняться, и сидит дома. А мы тоже не сидим дома, мы приходим в библиотеку. И нам пришла мысль, что если мы сделаем небольшой ряд мероприятий, чтобы развлечь нашу молодежь и проскрасить скучные будни лета. Проект стал победителем конкурса социальных инициатив Норникеля «Мир новых возможностей». Ребята уже освоили азы научно-технического творчества вместе с сотрудниками Фаблаб. А теперь учатся точечной росписи на камнях. Точечная роспись у нас так в современном мире очень распространена, и многие рисуют, даже те, кто ни разу вообще кисточку в руки не брал, она очень легко осваивается. Сегодня мы самую простую технологию – это рисование мандалы. Это и есть мандала. Ставишь точки по кругу в определенном месте – получается узор. Зубочистки, палочки для суши, обратная сторона кисточек. В ход идет все, что ставит точку. За основу взят природный материал – наши северные камешки. Рисуют акриловыми красками. Цвета яркие и устойчивые к влаге. Манчегорцы активно включились в процесс. Мы просто захотели попробовать, потому что мы еще никогда не пробовали. Решили узнать себя, поэтому и пришли попробовать. Надо сказать, точечная роспись дается манчегорцам довольно легко. У многих вместо мандалы получились цветы, солнце или красивые узоры. Настоящий полет фантазии на камне. И это далеко не последнее мероприятие проекта. Помимо мастер-класса у нас проходят практически еженедельно турниры по настольным играм. Когда у нас хорошая погода, мы выходим, естественно, в сквер, а так у нас на базе юношеской кафедры. В рамках проекта все желающие смогут научиться танцевать, расписывать зонты, к дню флага сделать государственный символ страны. Словом, впереди еще много интересного. И это лето станет по-настоящему ярким. Мария Амбулова, Евгений Дейков, телевидение Манчегорска.